Доброго времени суток! На связи Павел Стариков и в этом видео мы рассмотрим теорию строения органических соединений, автором которой является русский ученый Александр Михайлович Бутлеров. Данная теория включает в себя несколько положений. Первое. Атомы в молекулах соединяются между собой в соответствии с их валентностью. Причем валентность углерода во всех органических соединениях равна четырем. Это говорит о том, что атом углерода способен соединяться с другими атомами с использованием четырех связей. Кроме того, существует три так называемых валентных состояния атома углерода. Если я представлю себя атомом, то скажу, что у меня есть два валентных состояния. Во-первых, я могу одновременно взять за руку двух людей. И таким образом образую две простые связи. Это будет первое валентное состояние. А если я возьмусь двумя руками с одним человеком, то при этом между нами образуется двойная связь. И это будет моим вторым валентным состоянием. Конечно же, у атома углерода валентные возможности несколько шире, чем у меня. Рассмотрим строение углеводородов с двумя углеродными атомами. Если в соединении между атомами углерода образуется одна простая связь, как, например, в молекуле этана, то это будет соответствовать первому валентному состоянию углерода. У атомов углерода останутся еще по три связи для соединения с водородными атомами. В молекуле этилена реализуется второе валентное состояние углерода. Между углеродными атомами образуется двойная связь. Кроме того, каждый атом углерода, используя две оставшиеся валентности, соединяется с двумя атомами водорода. Если мы рассмотрим молекулу ацетилена, то в ней атомы углерода соединены друг с другом тройной связью. Оставшаяся связь используется для соединения с атомом водорода. Это третье валентное состояние углерода. Кроме того, атомы углерода способны образовывать друг с другом различного рода цепочки, все многообразие которых невозможно описать в рамках данного видео. Второе положение. Свойства вещества зависят не только от природы и числа атомов, но и от химического строения молекул. В органической химии в связи с большим разнообразием соединений очень часто наблюдается явление изомерии, когда вещества с различными химическими свойствами и химическим строениями имеют одинаковый состав атомов в своих молекулах. Данная форма записи отражает только соотношение элементов в молекуле вещества, но определить соединение по этой формуле невозможно, поскольку она соответствует двум веществам – этиловому спирту и димтиловому эфиру. Причем, как вы заметили, эти вещества имеют одинаковую эмпирическую формулу, но при этом порядок связи атомов в их молекулах различается. В связи с этим, для обозначения большинства органических веществ используется структурная формула, которая, в отличие от эмпирической, отражает химическое строение вещества. Причем, для каждого соединения она является индивидуальной. Таким образом, зная строение вещества, можно установить его свойства и наоборот. Ну и, наконец, третье положение говорит о том, что атомы в молекулах способны влиять на химическое поведение друг друга. Например, электроотрицательные атомы в молекуле способны оттягивать на себя электронную плотность. Также примером взаимного влияния атомов в молекуле является эффект сопряжения, который наблюдается в молекулах алкодиенов. На этом у меня все. Если видео было полезным, ставь палец вверх, поделись им с друзьями и, конечно же, подписывайся на мой канал. До новых встреч!